Привет! Меня зовут Андрей Потапов и сейчас мы находимся в Гуанчжоу, в Китае. И я хочу вам рассказать, какой я для себя собрал комплект для travel-видео и для блогинга и почему я его считаю идеальным на данный момент. Поехали! Вот она, набережная Гуанчжоу. Итак, какие планы? Сегодня погуляем, потом съездим в город Гуилинь, очень красивый город. Там мы посетим завод ЖиЮн, который выпускает наши любимые стабилизаторы. Крейн Эволюшн, тот, который я сейчас снимаю. Там же находится завод Фью Тэч, с ним я тоже договорился о встрече. Надеюсь поснимать производство и показать вам. Ты кто такой? Я тут подумал, что еще ни разу не представлялся на канале. И чтобы вы могли доверять или не доверять моим советам... А ты, кто ты такой? Я руковожу студией Потапов ТВ больше 10 лет. Вот кадры нашего шоу-рила, в описании ссылка на сайт, если хотите посмотреть подробнее. За эти годы я много снимал, монтировал и цветокорил сам, но теперь больше продюсирую и руковожу компанией Pixaero.pro, в которой мы развиваем производство и продажу оборудования для видеосъемки. На полку ставим только то, что проверили на себе и готовы порекомендовать вам. Поэтому я не только расскажу про идеальный набор Тревел-блогера, но и сниму этот обзор на содержимое этого рюкзака. Этот арсенал больше подойдет для блогера, который не хочет быть отягощен большим количеством техники, но хочет хорошего качества. Мне бы, конечно, хотелось снять это видео на профессиональную технику, которая не поместится в этот рюкзак. Но превращать приключения в изнурительные съемки – это слишком высокая цена. Надеюсь, у меня получится оптимизировать вес и объем комплекта и не упасть в качестве. Так, ну давайте раскрывать уже интригу, что же у нас внутри. Кстати, вес рюкзака получился около 6 кг, и это все оборудование вместе с курткой и с бутылкой воды. Так, начнем. Начнем с камеры. UI4K Plus с тюнингованной оптикой. Главные критерии, по которым я отбирал технику для этого набора – это качество и стоимость. UI4K Plus камера, она дешевле, чем GoPro и лучше. GoPro они немножко перемудрились своим водонепроницаемым корпусом. Говорят, что очень много проблем, мы общались с сервисным центром, очень многие камеры текут и их возвращают. У этой камеры просто одевается подводный бокс, как и раньше, если он нужен. Вы можете снимать 4K видео, 60 кадров в секунду, с максимальным битрейтом 135 Мбит в секунду. Мне кажется, это более чем достаточно для экшн-камеры. Вы можете снимать таймлэпсы в режиме фото и видео. Если вы снимаете в режиме фото, можно поставить 12 Мп и даже снимать в RAW формате и вытащить невероятный динамический диапазон. Единственное, конечно, на такую маленькую флешку очень долго сохраняется кадр, если вы используете RAW формат, и вы будете очень долго снимать этот таймлэпс. Кстати, камера во время съемки таймлэпсов стояла на стабилизаторе, просто на поручне, и мне не нужен был штатив. Хочу вам показать небольшой цех по производству экшн-камер. Я сейчас пытаюсь найти в Китае фабрику, которая может производить максимально качественные камеры. И как только я ее найду, они появятся у нас в магазине. Это довольно сложный процесс, потому что я испытал очень большое количество экшн-камер, но не могу сказать, что они мне нравятся. Возможно, многие возмутятся, почему я не упомянул о камерах Sony с оптическим стабилизатором. Я считаю их не форматом для таких съемок. Да, они крутые, но из-за своего форм-фактора цены и отсутствие экрана больше подойдут для жесткого закрепления, например, на шлем. Стабилизатор там хороший, но не сравнится с работой внешнего трехосевого стабилизатора. Сейчас находимся в библиотеке в Гуанчжоу. Хотите что-нибудь почитать на китайском? Ну что ж, побуду сегодня немножко от Деда Мороза. Итак, кто тут? DJI... О, какой DJI! Zhiyun Smooth Q. Он предназначен для мобильных телефонов и очень похож на именитый DJI Osmo Mobile. Здесь, так же как и в DJI, присутствует функция, когда вы можете выбрать на экране смартфона объект или лицо, и телефон будет его тречить и поворачиваться за этим объектом. Нам клиенты часто задают вопрос, можем ли мы купить Smooth Q и использовать его с экшн-камерой, ведь он в два раза дешевле. И я решил проверить на себе, чтобы мы могли рекомендовать наверняка. Я поставил сюда переходник для экшн-камеры, и сейчас мы посмотрим, стоит ли пользоваться этим комплектом, и работает ли он так, как хотелось бы. Напомню, что все наземные кадры этого обзора сняты на этот стабилизатор с камерой UI4K+. Смотрите и делайте выводы, я специально не буду применять программную стабилизацию. Я заметил, что все люди, начинающие снимать стабилизатором, начинают с ним бегать, снимать безумные пролеты. Туда-сюда, стоп, ребята, остановитесь! Для красивой съемки вполне достаточно делать плавные движения, имитировать слайдер, и монтировать будет легче, и будет меньше мельтешни. Потом начинайте тренировать походку. Стабилизатор легкий, и то, как вы ходите, особенно отражается на качестве. Вот пример кадра с обычной походкой. А вот с правильной. Старайтесь, чтобы ваши ноги были присогнуты, и передвигайтесь с пятки на носок, как бы перекатываясь. Старайтесь также компенсировать шаги рукой, и сильно ее не напрягайте. Сейчас мы находимся на стенде компании UI, и я хочу протестировать и сравнить их подвес для этих камер. Сейчас я поставлю свою камеру на него, сниму несколько кадров, и потом сниму с подвеса Zhiyun. Сейчас мы идем со стабилизатором UI. Немножко люфти. Так, а теперь я иду со стабилизатором Zhiyun. У нас вы также можете купить специализированный стабилизатор для экшн-камер этого же производителя. Но, если честно, я не очень вижу в этом смысл, так как качество стабилизации примерно на одном уровне, а ценник отличается почти вдвое. Да, на эволюшене вы можете заряжать камеру от стабилизатора, но провод не очень удобный. Лучше купите второй аккумулятор для камеры, он стоит недорого, а использовать Smooth Q вы можете и для камеры, и для телефона. Некоторые опасаются, что здесь несъемный аккумулятор, но это не проблема, так как заряда мне всегда хватало на весь день, даже при очень частом использовании. Есть, кстати, еще одно весомое преимущество в сторону Smooth, но об этом расскажу немножко позже, досмотрите до конца. Стабилизатором получаются крутые гиперлапсы, но для большей стабильности советую переключить стабилизатор в режим фиксации курса. Даже если вы стоите на месте. Одно нажатие, и камера заблокирована по всем осям, как бы вы ни двигались. Китайское утро и ничего необычного. Завтрак и кашка, ясно солнышко. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Скажите, пожалуйста, почему вы решили производить стабилизаторы? Это все из-за интересов моего босса. Он оператор и любит снимать. Все стабилизаторы, они очень большие и тяжелые, стоят дорого. И он решил создать свой стабилизатор. Более легкий и дешевый. А вообще мой босс, он инженер. К сожалению, мне запретили показывать кадры производства, но поверьте, здесь все очень круто и профессионально. Скажите, пожалуйста, как правило сказать название вашего босса. В английском языке это «ЖИ ЮН». «ЖИ ЮН». «ЖИ ЮН». «ЖИ ЮН». «ЖИ ЮН». «ЖИ ЮН». «Запомнили все?» «Надо называть правильно. ЖИ ЮН». «ЖИ ЮН». Вот именно так мы должны получаться. Ребята из «ЖИ ЮН» позвали меня на ужин. Кушаем рыбу. Очень вкусно. И вам приятного аппетита. Можете пока сходить перекусить. Сейчас мы находимся на заводе «Фью Тэч», который производит стабилизаторы для различных камер и видеосъемки. Мы первые во всем мире сделали стабилизатор. А я думал, что Диджиай был первым. Нет? Нет, нет, не Диджиай. Позднее, через год или полтора после нас Диджиай сделал это. Конечно, Диджиай более известен, и многие думают так же. Но на самом деле мы первые сделали ручной стабилизатор. Если вы хотите монтировать 4К-видео прямо в дороге и постить его в Ютуб, я вам советую брать с собой именно ноутбук. Он в Final Cut очень легко справляется с монтажом 4К-видео, не тормозит вообще, и работает долго, и не зависает. Все это время ноутбук тоже путешествовал со мной в рюкзаке. Сейчас я уже в России монтирую этот обзор. И посмотрите, я его подключаю к IPS-монитору. Посмотрите, в какую он превращается монтажную фабрику. Если вам интересно, напишите в комментарии, и я сниму отдельное видео о методике монтажа, которую я применяю. И следующий у нас... Диджиай Мавик. Конечно, ну куда же сейчас без него? На данный момент очень сложно представить крутое тревел-видео, да или вообще блог без аэросъемки. Если вы снимаете только с земли, это не будет так интересно и масштабно. Как еще показать все вот эти красоты? Я использую комплект Combo с тремя аккумуляторами. Этого достаточно примерно на полтора часа полета. И это очень компактно. И я не знаю, что может быть еще лучше на данный момент в этом мире по компактности и по качеству. Сейчас давайте зайдем в китайский Диджай. Посмотрим, какие цены. Hello? Do you speak English? No. Вот, для примера, Mavic Pro. Spark 3299 юаней. К сожалению, квадрокоптеры Диджай в других странах дешевле, чем в России. Такая вот политика компании Диджай. В нашем магазине вы можете купить официальные коптеры. И если с ними что-то случится в течение года, не по вашей вине, проблема будет решена максимально оперативно в России и за счет производителя. И не нужно будет отправлять коптер в Китай. А официальные продавцы, к сожалению, не имеют права снижать стоимость, иначе вы автоматически лишаетесь официальной гарантии. Слушайте, такое ощущение, что китайцы коптеров никогда не видели. Я взлетел, они стали останавливаться, показывать пальцем. Дети, женщины, мужчины. Я улетел, они только тогда поехали дальше на своих велосипедах. Mavic Crew тем, что может улетать и передавать HD-картинку на расстоянии до 7 километров. Но в густонаселенном городе, к сожалению, это не так. В центре Гуанчжоу, максимум на который я смог улететь без обрыва связи, 400 метров. После обрыва связи, Mavic возвращается, и вы можете снова управлять им, когда он подлетит ближе. Связь пропала. Я нажал Home. Возврат домой. Не возвращается. Походу, мы его потеряли. Это здесь он должен быть. Смотрите, центр города. И петухи путешествуют. Теперь немного о тюнинге камеры. Для чего и как это делать. Стандартный объектив всех экшн-камер снимает фишай-картинку. И это можно корректировать программно, но при этом падает разрешение на краях кадра. И вы не можете использовать некоторые режимы камеры в полном разрешении. Мы разработали объективы, которые позволяют снимать без искажений. В линейке объективы с разным углом съемки на выбор без цифрового кропа. С возможностью регулировки фокуса. Вы можете снимать с резкостью на бесконечность или перенастроить объектив для съемки селфи. Если вы установите объектив без такой опции, фокус будет или на фоне, или на вашем лице. И это не все. Теперь вы можете снимать крутое макро на экшн-камеру. И даже экстрим макро с фокусировкой прямо на поверхности линзы. Более подробно смотрите на нашем сайте pixaero.pro, ссылка в описании. Я сейчас использую тестовый образец 3-4 мм Pixaero. Новый объектив, который вот-вот поступит в продажу. Еще шире угол съемки, порядка 90 градусов. Улучшена система фокусировки. Он стоит на двух резьбах, что снижает уровень люфта. И вы можете более прецензионно выставить резкость. К тому же в этом объективе снижена дисторсия, порядка 0,5%. И он еще более прямую картинку дает. Он намного легче крутится, как раз таки благодаря применению двух резьб. Так, где-то здесь он должен быть. О, мой родной. Фак. Давно я так не бегал. Благо, что все закончилось малой кровью. Аккумулятор тоже нашел. Не подлежит восстановлению. Подвес вроде бы визуально и камера целая. Возможно, получится обойтись заменой шлейфа. Вот, благо, что сама тушка целая. Благо, что он вообще нашелся. Очень хорошо, что в приложении DJI есть карты. И можно хотя бы по карте найти последнее место, где коптер был на связи. Так что можно считать, что мне еще повезло сегодня. В Китае все метро загорожены. И поэтому нет поводов пообсуждать в соцсетях очередную попытку суицида. Welcome! Чего не хватает в этом комплекте? Я бы еще заморочился над звуком, потому что в некоторых шумных или гулких местах явно не хватает встроенного микрофона камеры. Пока сложно порекомендовать что-то компактное и удобное. Мы работаем над этим. И надеюсь, в новом году у нас появится оптимальное решение для качественной записи звука на экшн-камеру. Подписывайтесь! Ну и раз уж мы заговорили о звуке, хочу вернуться к еще одному преимуществу Smooth Q. Из-за того, что камера расположена на переходнике, микрофон не пишет звук мотора. А такая проблема есть у Evolution и у других подобных стабилизаторов, которые созданы для экшн-камер. Странно, правда? Ну и напоследок вспомнил, что не рассказал о настройках резкости камеры. Программный шарп всех портативных 4K камер слишком и даже слишком резкий. Я рекомендую выставить в настройках самое низкое значение, чтобы картинка не рассыпалась на пиксели. Это относится и к камерам UI, и к Mavic. Если резкости вдруг окажется мало, лучше докрутить в монтажке, и ваша картинка будет более пластичная, шелковистая и киношная. Также пользуйтесь экспокоррекцией, если автомат камеры делает слишком пересвеченную картинку. Ну что ж, надеюсь, было интересно. Поставьте лайк, и я буду мотивирован продолжать делать такие видео. Пишите вопросы, всем отвечу. Если что-то не понравилось или не согласны, тоже напишите, буду рад обсудить. Спасибо, что досмотрели до конца, и до встречи! О, выгрузка по-китайски, смотрите! Субтитры создавал DimaTorzok